Вопросы я понимаю, что мой вопрос вызван чисто любопытством и не изменит ничего глобального, но глубже понять замысел отца все же хочется. Как бы отец начал воплощать души нашу в юную цивилизацию на земле, почему он выбрал именно молодой подвижный разум и неискушенный жизненным опытом? Нужно было бы выбрать более подготовленную цивилизацию, коих множество во Вселенной, у которых уже наработан опыт укручения своего эгоизма. И не было бы столько страданий у человечества и у земли. Извини за любопытство. С поклоном. Ответ тот жизненный опыт, который приобретает развитые цивилизации и подвижного разума, не подойдет из-за катастрофической недостаточности. Духовная ткань, в усоединении с природными особенностями материального организма, своими свойствами неизбежно многократно усиливает особенности его природного чувственного мира, что значительно расширяет сверхъестественно допустимой природой нормы проявления этого чувственного мира. Чувственный мир начинает проявляться с гораздо большей силой, в гораздо большем диапазоне и многогромности. И прежде, что риску сразу же проявить свои характерные качества при первом соединении структурных особенностей души и аналогичных полей материального тела, это будут особенности эгоизма. Как бы ни были развиты цивилизации и подвижного разума, при первом таком соединении впервые воплощающейся души с уже якобы сбалансированным природным чувственным миром представителей этих цивилизаций сразу же произойдет сбой в этой существующей чувственной сбалансированности. Что тут же неизбежно поставить высокоразвитый интеллект в зависимости от внезапно проявившихся эгоистических потребностей. Это легко поставить такую одушевленную цивилизацию на грани катастрофы. Научно-технические достижения высокого порядка ни в коем случае не должны оказываться в руках того, кто может подчиняться своему эгоизму. Существующие, нормально развитые, неодушевленные цивилизации и подвижного разума уже имеют устойчивую систему жизнедеятельности, четко направленную в сторону, соответствующую нормам естественных проявлений и продолжающего бесконечно развиваться мироматери. Эти цивилизации призваны играть важную роль в развитии мироматери, но совсем не такую, какую должны исполнить дети Божьи. Поэтому жизненный опыт, приобретаемый ими вами, будет иметь корневую разницу. Если выразиться проще, то можно сказать, что они призваны контролировать техническую сторону развития мира материи, а в политическую. Научно-технический прогресс ритмом и качеством, как это должно происходить у них, у вас происходить не должен. Направление движения в сторону активного, полноценного, научно-технического развития для человечества является тупиковым. Жизненный опыт человека является уникальным и неповторимым. Нормально его приобретать можно исключительно только с самого начала. Вопрос, Бог вселил душу сначала только в новорожденных или его взрослых? Ответ воплощении души наиболее благоприятно может происходить только в новорожденный организм в течение первых нескольких дней после момента его рождения. Вопрос, если можно объяснить и в человеческих понятиях, что делает учитель вне тела? Какова направленность этой деятельности? Ведь не может столь важное существо просто требовать большую часть времени, так сказать, находится в вечном резерве? Ответ все зависит от той или иной жизненно важной для человечества причины. Активно воздействовать на природную энергоинформационную поле человека и его сознание возможно только благодаря сохраняющемуся после жизни плотному человеку более тонкому энергоинформационному аналогу. Что возможно на любой период времени, но только после смерти плотного тела, когда это уделившееся более тонкое тело еще не растворилось в общем энергоинформационном поле Земли. Если позволить тонкому телу раствориться, то честный контакт с живущими в плотном теле прекратится, после чего естество учителя, как было правильно упомянуто, будет только... Требывать. Такое состояние пребывания может проходить сколь угодно долгое время. Это нормально и основывается на важных причинах. Вопросы спасибо. Это мой первый юбочный контакт. Лично с учителем. Правильно ли я понял из ответа, что у меня весьма специфические понятия об эффективности и прагматичности, как у существа, не сталкивавшегося с категориями личности? Ответ совершенно верно. Человеку весьма сложно будет представить и полноценно ценить затронутые толпы ценности и тайноства. Вопрос, дорогой учитель. Вот такая ситуация, моя сестра делится со мной своей проблемой. Я на это высказываю свое понимание, как правильно было бы с моей точки зрения поступить. Но это она говорит, что у меня нет сострадания и существия к ней, что я ее никак не поддерживаю. А я не могу разуметь, что это значит в такой ситуации? Как верующий ведет себя в ситуации, когда ближний делится с ним своей проблемой? Для меня это полутра смотреть, как правильно поступить с точки зрения веры. Но, может быть, это не точно, когда ближний, женщина. И как проявляется существие в этом случае? Моя сестра принимает тебя и последний завет. Я очень благодарен Богу за эту возможность спросить лично у тебя. Ответ в общении с женщиной, как правило, необходимо понимать, что в большинстве случаев, как бы она будет делиться с тобой своими проблемами, это будет означать, что она просто будет желать проявления с твоей стороны сучуствия. Чтобы ты ее только лишь пожалел и приласкал. Получение в большинстве таких случаев женщина не стремится услышать. Такова на сегодняшний день характерная особенность женского естества. Поэтому будь мудрее и не стремись сразу же преподать ей поучение. Вопрос учитель, а если с проблемами пришел муж? Его тоже надо пожалеть и приласкать в такой ситуации? Ответ подсказку мужчине, которую я дал по этой теме, нужно дать и женщине. Только мужчине, как правило, именно то, что наиболее ей подходит, женщине не нужно. Женщина в трудный для нее период времени стремится получить к себе внимание от мужчины именно с позиции считающей себя слабой, а мужчина – с позиции считающего себя сильным. Поэтому особенность психологической поддержки, которую ожидают мужчина и женщина от своего спутника жизни, характерным образом отличается. Но в любом случае, кто бы ни пришел домой с проблемами, не надо торопиться высказывать поучение, если не спрашивают вашего совета. Только тот, кто стремится считать себя слабым, будет ожидать жалости к себе. Будьте внимательны, на самом деле ожидание жалости к себе относится к негативному проявлению и удовлетворить его будет неблагоприятно для духовного развития. Отвечая ранее на вопрос от мужчины по этой теме, я затронул момент, когда мужчина спрашивает о правильности именно своего шага, как истинно устремленный к духовному совершенству. Но для полноты познания затронутого обстоятельства неизбежно требуется и вопрос со стороны женщины о допустимости этих или иных требований к мужчине, если она также устремлена к тем же духовным ценностям. Вопрос учитель. Может ли смерть человека спасти его душу от падения, то есть от приближения его к какой-то черте? И как часто смерть является причиной именно этого? Ответа как правило, в той или иной мере это именно так и бывает. Ведь вероятность покинуть какое-то свое тело в какой-то момент заранее предусматривается для каждой конкретной души с обязательным учетом того, чтобы это покидание плача оказалось благоприятным на пути приобретения нужного жизненного опыта. Вопрос учитель. Приветствую тебя. В это воскресенье на первом канале российского телевидения прошло фильмы. Евангелие от Иуды. Наверняка ты знаешь, что только в 2006 году этот артефакт был представлен общественности и вызывает много споров и спекуляций. Основное отличие этого документа от других трудов в том, что там говорится, что Иуда не предавал Христа, а отдал его в руки римлян по упрямой просьбе самого Иисуса. Что Иуда был единственным из учеников, который на сто процентов понимал и воспринимал учение, а также опознал истину. Скажи, пожалуйста, если это правда, то каков был мотив Иисуса? Именно мотив преждевременного или своевременного, но столь странного метода выхода из тела? И почему был выбран именно метод распятия на кресте, а не какой-то другой? Если учесть, что исламы некоторые ранее христианские течения громко говорят о том, что распятие не было вовсе, и это все приписки глупцов, а Евангелие от Иуды не описывает казнь как таковую, нужно ли предположить, что и вправду огромная часть нового завета ошибочна не только потому, что проведена через чувственный мир писавших, но и потому, что умышленно была приписана религиозными деятелями того времени, дабы придать событиям более весомые значения и придать страху простолюдинам? Ответ открывать всю полноту истинности однажды в далекой древности происшедших знаменательных событий, связанных с явлением благовестия в этот период времени не является благоприятным. То, что сейчас происходит естественным путем, играет важную роль в благоприятном изменении сознания человека и в его созревании в нужном направлении. Не буду комментировать упомянутую тугую информацию о некоем Евангелии от Иуды, но подчеркну, что появление такой информации пред взором великого мужества именно в этот период времени усмотревая очень благоприятным. Эта благоприятность частично отразилась и в твоем обращении. Вопрос, учитель, тебе, конечно, известно выражение, что мужчина за свою жизнь должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Мой вопрос касается сына Т.Е.Детей. Как связано духовное начало человека с его биологическим размножением? Насколько важно каждому живущему оставить свое потомство после ухода, свое биологическое продолжение, и как или по каким законам происходит распределение возможностей для этого? Ответ этот вопрос не должен использоваться как некое социалистическое обязательство, которое активно использовалось на территории бывших советских республик до недавнего времени. Конечно же, тема рождения детей является частью закона гармонии, а значит, в жизни человека этому желательно происходить. Более того, по чести нового духовного развития призвано, но значимо привести жизненное проявление человека к соответствию требованиям этого закона гармонии. Но в отличие от аналогичного вопроса среди представителей животного мира у человека, эта тема должна реализовываться с гораздо большей ответственностью. Неправильно будет стремиться во что бы то ни стало оставить после себя детей. Как неправильно и ставить перед собой условные запреты на вхождение в условия, способствующие рождению детей? Это излишние крайности, которые могли родиться только в сознании и начиная, и с чего развиваться человек. Что Гукс учитал, то человек да не разлучает. Единение мужского и женского было предупределено как одно значное соответствие требованиям истинного духовного усовершенноствования. Другое дело, если в условиях все еще продолжающего проявляться ненормального жизнеустройства человеческого общества по вполне присущим этому объективным причинам явно не получается составить нормальное единение мужского и женского. Но тогда и спроса за такое не будет. Вопрос. Здравствуй, учитель. Хочу задать очень личный вопрос. В 1996 году в возрасте 19 лет я сделала аборт. Сейчас я живу в любви и понимании со своим мужем. Это другой мужчина. В 2005 году у нас дома в Уде родился замечательный сынишка прямо в руки к папе. Я понимаю, что, углядываясь назад, нельзя идти вперед, но иногда смотрю на своего малыша. И как нахлынет волна переживаний, как я могла такое сделать? Я никак не могу простить себя за тот поступок, ведь я, по сути, убила своего первого ребенка. Помоги мне, учитель. Скажи, как простить себя? Ответ. Если ты ищешь ответ, который помог бы тебе вбыть упомянутой итогой трагедией или же помог тебе при воспоминании о ней не испытывать никаких горьких переживаний, то такого ответа я до тебя не могу. Для подобных обстоятельств таких ответов я не имею в общей. Полностью забыть эту трагедию ты сможешь только благодаря перевоплощению, которое призвано разрешить и такие проблемы. Достойное проявление своего покаяния вовсе не приведет к тому, чтобы исчезли все негативные переживания по поводу суде янновурнея. И это нормально. Главное при таких обстоятельствах, это, конечно же, прежде умение искренне признать ненормальность своего поступка, если он действительно был ненормальным, а затем постоянно стремится сделать свои шаги как нужно более в соответствии с законом Божиим. Если смогла сделать правильную оценку своего ранее суде янновурши бучного шага искренне признала свою ошибку, то можешь теперь, насколько это будет возможным, стараться неугледоваться. Так как судьбу свою формируют неугледками на ранее сделанное делами сегодняшними и в последующие дни. А если как-то вновь всплывет горькое воспоминание о своих ошибочных шагах, по поводу которых ты уже проявила покаяние, то постарайся не увлекаться этими переживаниями, задерживаясь вниманием на всплывающих из памяти деталях прошлого. Проговори вновь про себя, что постараешься не повторять подобных ошибок и все внимание вновь обрати на то, что настоящее тебе препода не шло. При этом учись быть благодарной за все, что тебе дается каждый день. Простить себя, это умение принять свою молодость. Все, что ты могла однажды сделать, о чем сейчас одно вспоминать, ты сделала от нехватки того, чем сейчас обладаешь. Ты растешь. Вопрос время от времени у меня возникает ясное понимание того, насколько человек слаб, несвободен, несчастен в нашем служившемся веками обществе, скованном догмами и стереотипами поведения. Каждый живет лишь так, как невольно его научили родители родителей, их родители и так далее. Вся эта цепочка тянется с древних времен, и основной смысл такого образа жизни – выжить и размножиться. И средства для достижения этих целей порой очень далеки от самого понятия духовности. Более того, в рутине повседневных дел не находится места даже мысли о неправильности нашего образа жизни. А когда подобная мысль возникает, то после неизбежно наступает понедельник, и все продолжается по-прежнему пути. Даже в общении между родными людьми заметны мотивы дикие, относящиеся скорее к животному миру, нежели к человеческому. Все подобные рассуждения навевают очень грустное настроение. Еще грустнее становится от осознания того, что завтра и в моей жизни настанет очередной понедельник. Еще грустнее становится от осознания того, что такие мысли возникают у меня все реже. Ведь даже приехать к тебе я не могу уже несколько лет. Вопросы я становлюсь хуже? Что делать? С наилучшими пожеланиями. Извиняюсь за грустность всего написанного. Ответ дурогой другу не торопись крученится, хоть и реальность и соблазня еда сделать это весьма масштабно. Твои рассуждения действительно соответствуют тому, что в великом множестве происходит во всем человеческом обществе. Но это только при поверхностном взгляде, которым прежде и привык полеживаться человек. Логу приз хотя бы на одно то, что история человечества помнит далеко не мало и множество тех, кто, имея приблизительно равные изначально условия для начала духовного установления, в тех же, как и у остальных собратьев жизненных условиях, все-таки смог добиться того уровня развития, который для данной эпохи становления детей Божьих является наибольшим. Упомянутая тобой серость действительно касается многих, но не всех. И это вовсе не от того, что кого-то якобы Бог любит больше. Он любит всех без исключения одинаково. Поэтому все твое духовное благополучие зависит исключительно от себя самого, так как то, что учится небесный и может дать всем вам, он всегда доволыдывать будет постоянно независимо от того, насколько вы сами это осознаете. Конечно же, в силу определенных причин в данный период времени вы все должны будете пройти через серьезные психологические испытания. Это не просто неизбежность, но это еще и необходимость. Продолжай проявлять стремление следовать избранным твоим сердцем духовным ценностям. Главное сейчас — стремление и сторонние. Не увлекайся попытками оценить степень своего вероятного развития, ибо ты легко ошибешься. На пути духовного установления недознакомых тебе измерительных вещей как со знакомым минус, так и со знакомым плюс. У того и подсказка давалось много ранее, не судите друг друга. Вопрос «Здравствуйте, Виссарион!» Если верить в реинкарнацию, зачем тогда делать что-то хорошее в этой жизни, если можно сделать это потом в другой? То есть в этой можно и полениться. Итак, из жизни в жизни. Объясните, какую роль играет реинкарнация в Мирусдании? Каков замысел и Творцы, связанный с ней? Ответа таинства реинкарнации связана только с жизнедеятельностью детей Божьих, то есть человека. Иным представителям разума, которых в Мирусдании и Вселенной немало и множество, а также представителям животного мира, такое таинство совершенно не присуще в связи с серьезным отличием их естества от естества человека. Различие это связано с Душой, которой целенаправленно стал наделен только человеку, благодаря которому естество человека стало уникальным. Духовная ткань, составляющая естество Души, не подвержена закону старения, тогда как любое плотное материальное образование постоянно видоизменяется с течением времени и неизбежно доходить до того момента, когда до сих пор существовавшая форма должна будет разрушиться и перейти в другой вид существования. В Мирусдании и Вселенной только человек, как бы умирая, остается жить дальше как целостная активная единица, так как в Душе сохраняется весь запечатлевшийся в ней опыт, прожитый в ней человеком. Индивидуальный и неповторимый опыт, который с изначально заложенным неотцем и небесным в основу Души особенностями составляет индивидуальную активную единицу, призванную быть способной подчинять себе сознание любого нового плотного тела обязательного наделенного особенностями высшего разума. Это необходимо ради исполнения человеку предупределенной Ему Отцом и Небесной Мессией в Мирусдании и Вселенной. Именно благодаря этому нормально развившуюся духовной ткани заключенным в ней индивидуальным жизненным опытом будет способна легко, в отличие от плотного тела, перемещаться в пространстве Вселенной и воплощаться в новое тело, имеющие благоприятные для планеты своего обитания характерные физические особенности. В образном упоминании о том, что человек создан по подобию Божьему, заключенный намек о том, что человек наделен потенциальной возможности жить вечно в прямом смысле этого слова. И только сам человек, проявляя ненормальное упорство в негативном направлении, способен наполнить свою душу таким объемом негативного опыта, когда может оказаться бессмысленным его новое воплощение. Эта бессмысленность будет связана с таким накопленным негативным опытом, когда при любом воплощении души ее накопленный негативный потенциал неизбежно возьмет под контроль сознание нового тела, что неизбежно обречет жизненную деятельность этого тела двигаться только в трагическом направлении. Такая душа должна будет непременно подвергнуться своеобразному огненному очищению, после которого в духовной ткани не останется никакого следа от формировавшейся мирной индивидуальности. Нужно будет сказать, что только в этом случае человек может претерпеть настоящую смерть. Так вот, чтобы продолжить пояснять необходимость перевоплощения души человека, следует обязательно упомянуть, что движение процессов, формирующих индивидуальность человек либо в сторону совершенноствования, либо в сторону деградации, никогда не замирает, пока душа находится в материальной уголочке. А это означает, что в зависимости исключительно от любых предпринимаемых человеком усилие его естество либо соответственно проведенным усилием развивается, либо деградирует, если усилия его не соответствуют требованиям законов Божьих. Нейтральных проявлений у человека не бывает. То есть возможности полениться, как было упомянуто в вопросе перед духовными подвигами, вследующим воплощение без ущерба для своего естества принципиально не существует. Обретя душу с ее уникальными особыми качествами, человек попал в очень непростые психологические условия, у которых ни один представитель высшего разума Вселенной не имел к тому времени никакого представления. Человек устал у единственно необходимым исследовать закон, о котором не он сам, никто либо из ему подобных в мироздании мира матери и ничего не знает. Более того, у человека по совершенным но естественным причинам принципиально не существует возможности прямо общаться со своим Отцом Небесным, дабы в любые мгновения можно было бы уяснить то, что соответствует закону ему. Специфические условия, в которые попал человек, стали легко способствовать активному накоплению прежде негативного с позиции истинных духовных ценностей жизненного опыта. А это, в свою очередь, стало легко формировать великую опасность, ставящую под реальную угрозу существования человека в обществе. Единственное, что могло спасительно помочь человеку в таких до этого никем не виданных условиях проявления его жизнедеятельности, это присущая его душескособность перевоплощаться специально предусмотренной Отцом Небесным. При этом перевоплощение для каждой конкретной души выстраивается таким образом и по такому принципу, когда каждое новое воплощение будет обязательным способствовать разрушению рне и обретенных негативных привязанностей и обретению недостающей мудрости. Имею право сказать, что человек дожил до этого времени исключительно благодаря этому таинству перевоплощения, с помощью которого удавалось и удается создавать неповторимую уникальную помощь, благоприятствующую истинному духовному совершенствованию человека. Вопрос Виссарион написал, именно благодаря этому нормально развившаяся духовная ткань заключенным вне индивидуальным жизненным опытом будет способна легко, в отличие от плотного тела, перемещаться в пространстве Вселенной и воплощаться в новое тело, имеющие благоприятные для планеты своего обитания характерные физические особенности. То есть, в дальнейшем души людей будут переселяться с одной планеты на другую путем ухода из одних тел на Земле или другой планете и воплощение в уже существующие тела других разумных цивилизаций. И однажды все те, кто сейчас обозначены как внеземной разума, станут тоже людьми, то есть высокоразумными существами с характерными для данной планеты телами, но с душами отутца небесного. И однажды во Вселенной будут только люди. Ответы подробнее раскрывать затрыгиваемые еще не пришло время, но могу упомянуть, что неодушевленные представители высшего разума были и продолжат быть важным активным явлением в мироздании и Вселенной. То, что они призваны делать, человеку никогда не сделать. То же самое и наоборот. А главной причиной той и другой невозможности является именно наличие души. Вопрос Здравствуй, учитель. В православии часто можно встретить скорбящие состояние. Недавние шумные фильмы остров демонстрирует это. А что такое скорби? Допустимо ли оно для детей божьих? Не есть ли это состояние неприятия окружающей реальности и постановка своего выше божьего? Ответ стремление искусственно, а значит без видимых естественных причин огнетать состояние скорби является ненормальным и может усновываться только на ложных идеологических условностях. Здоровое равновесие в психофизиологическом естестве человека можно утвердить только благодаря хорошему в добром смысле приподнятому настроению. Дары божьи правильнее нормального воспринимать только с благодарностью которая никак не может согласовываться со скорби с чем леком принимающего эти дары. А в обществе таким поставленным вопросом затрагивается весьма великая тема, которая разными народами традиционно рассматривается по-разному, что конечно же нормальным не является и обязательно потребуется более широкое и более глубокое переусмысление всего, что с этой жизненно важной темой связано. Вопрос учитель правильно я поняла, что если не желаешь выслушать советов от ближнего, то лучше свои проблемы и не выносить? И вопрос с другой стороны если ближний все же поделился с тобой своей проблемой как говорится переложил с больной головы на здоровую при этом не желая выслушивать советов как быть? Ведь он то облегчил себя выложив все а у тебе теперь голова болит от его проблемы. Ответ вы написали в кавычках правильно я поняла, что если не желаешь выслушать советов ближнего, то лучше свои проблемы и не выносить? Да, это было бы наиболее правильно, если конечно же со стороны ближнего не проявится нормальное любопытство, основанное на желании разделить проблемную ношу. При настоящих дружеских взаимоотношениях вполне уместно, когда ближний проявляет желание подставить свое плечо по тяжесть, которую несет его друг. Более того, вижу необходимым добавить, что истинное проявление настоящей дружбы выразится при этом обстоятельстве именно в том, что подставивший плечо не будет смотреть на соотношение мир тяжести, которое перепадет на него и которое останется на плечах принесшего тяжесть. В данном рассматриваемом случае необходимо правильно понимать, что нормальным истремлением облегчить тяжесть на плечах ближнего может быть только истремление сделать это наибольшим образом, но никак не гадировано. Для этого необходимо только лишь позволить ближнему выговориться и все это внимательно выслушать. Вопрос нужно или предположить, что смерть нужна вовсе исключительно для того, чтобы предотвратить падение человека и когда возможность падения исчезнет, то исчезнет и смерть. Ответ правильнее будет несколько по-иному перефразировать затронутую толпу мысли, а именно необходимость проживать краткие периоды времени в биологическом организме жизни, но необходимо, дабы душа при всех вероятных ненормальных устремлениях человека все же не сунгла за период первого воплощения обрести такой негативный опыт, при котором полностью бы утратилась способность к продолжению развития в новом теле. Так как только при таких условиях, оценив накопливаемые человеком негативные привязанности и развиваемые им ложные предрасположенности в период первого воплощения, во втором воплощении можно будет предоставить такие жизненные условия, когда неизбежно станут урезаться негативные накопления прошлого. Тем самым непросто помогает человеку развиваться в сложных условиях, но и создавая основу, благодаря которой развитие человека станет наиболее вероятным. А когда вероятность возникновения и развитие опасных предрасположенности исчезнет жизнедеятельность плотного тела будет увеличена на немыслимый по существующим ныне человеческим миркам срок. Вопрос учитель, а сколько таких перевоплощений может быть? Или бывает? От чего это зависит? Ответ это зависит исключительно от индивидуальных проявлений каждого конкретного человека. Для того, чтобы накопить духовные ценности, при наличии которых души может уже не потребоваться продолжать возвращаться в характерные условия пока еще существующего примитивного жизнеустройства упорно утверждаемого человеческим обществом может потребоваться нисколько воплощений. Но никак не десятки сотни или тем более бесконечные перевоплощения. Наиболее развитые души, как правило, на землю в новое воплощение не возвращаются. Такое возможно только в том случае, если крайне потребуется какое-то исключительное участие такого духовно сильного и мудрого естества в определенных жизненных обстоятельствах. Из этого следует, что на земле постоянно пребывают пока за исключением отдельных единиц, только недостаточно зрелые, которые по совершенно естественным присущим причинам постоянно стремятся создавать друг другу именно характерные испытания, которые действительно очень важны для благоприятного духовного установления тех куму эти испытания и создаются. Пока происходящее на земле в человеческом обществе больше соответствует понятию своеобразного воспитательного полигона. Но это только пока. Субтитры Субтитры Субтитры